Добрый день, уважаемые друзья майнера и им сочувствующие! Сегодня 6 июня 2018 года и в это нелегкое время, биток торгуется 7600, мы хотим представить вам свою, не побоюсь этого слова, уникальную ферму. Уникальна она сразу по нескольким критериям. Первое, это иммерсионная ферма, вторая такая есть только в Bitfury под Тбилиси, но там используется двухфазное охлаждение, оно значительно дороже и при производстве и во время эксплуатации, поэтому сами представители Bitfury говорят, что это больше имиджевый проект. Второе, она расположена в пустыне, это реальная пустыня, плюс 50 летом, норма. Третье, мы используем уникальную технологию двухступенчатого диабетического охлаждения и тем самым добились расхода электроэнергии на охлаждение от 1 до 8% в зависимости от времени года. Но понимаете, зимой тратим меньше, летом больше. В среднем погоду 4%. И четвертое, наши асики, у нас их 1440 штук, в 40 ваннах, по 36 каждый, работают в условиях разгона, начиная от 19 рахеш и выше. Итак, получилось вот так. Смотрим. Добрый день, уважаемые друзья-майнеры. Мы едем на нашу ферму. Вот проезжаем такие веселенькие пейзажики. Любуемся местным колоритом. Ну все. Дальше, походу, дороги нет. Джип не тянет. Где-то тут, в третьей сопке, был привязан мой верфей. Пойду его искать. Английский, спикаешь? Шпрехензи дойч. Ум пока, абло испанел. Можик, у тебя лопата есть? А лопата-то есть. Да тень это с нее. Сейчас гулькин нос. Есть идея получше. Подержи. Это что, блюмит? Иммерсионка от Бимайнер? Это точно. Ну, как вы видите, добраться до нашей фермы несложно. А очень сложно. Ложи верблюда. Ляг! Ложись, дядя! Плазь! Он не ложится. Пасть порву. Слышь? Пасть порву. Ложись, скотина, кому говорят! Ребята, если кто-то хочет приобрести пару верблюдов, могу отдать недорого. Ну, вот я и на ферме. А теперь обо всем подробно. Так. Ну, вот ферма у нас пока в таком состоянии. К сожалению, основной кабель еще не кинули с подстанции. Работаем над подключением по воде. Значит, здесь у нас 20 установок иммерсионного охлаждения. Каждый будет по 36 асиков S9. Здесь вот у нас асики. Ни много, ни мало. Полторы тысячи штук. Вечерним верблюдам прибыли из Китая. Здесь у нас будет вторая очередь располагаться. Пока здесь склад оборудования. Вот наши установки, которые ожидают второй очереди. Их тут еще 20 штук. Тут вот у нас склад, теплообменники, насосы. В общем, всего понемножку. Вот так все это выглядит. Ну, а что делаем? Вскрываем асик. Будем его тестировать. Разные бачи по-разному перепрошиваются. От вентиляторов мы избавляемся. Наш друг Саид. На удивление, быстро освоил отверточную сборку. Так, здесь у нас тепловноситель. В кубах. Скоро будем заливать установки. Такие вот градирни у нас будут стоять. Многие наверняка подумали, что мы сделали мини-гольф-поле. Когда электричества нет, играем в гольф. С местными вождями племен. На самом деле, это не так. Под этой полянкой у нас проходит змеевик из нержавеющей трубы. длиной, длиной ни много ни мало, полтора километра. Сверху присыпаны песком, потом дернина и посеяна травка. Вот эта травка орошается водой постоянно. Водичка испаряется, земля охлаждается. Таким образом, практически, мы не тратим электроэнергию только на насос, который прокачивает воду. А под землей у нас вот они, нержавеющие трубы. Вот так выглядит эта система. Вода проходит через градирни, расположенные каскадом, потом через змеевик, уложенный в земле, и на выходе мы сбиваем температуру. Зимой достаточно адипатического цикла, чтобы охладить второй контур. Летом температура растет, подключаются чиллеры. Это у нас ледовые машины. Они делают лед у нас. Здесь вот ребята монтируют чиллеры. Это вот главный щит управления. Вот мы видим чиллеры. 1, 2, 3, 4. Расположены тоже каскадом. Подключаются по мере необходимости. Станция уже почти готова. Видите, трубы уже подсоединены. Ну, как-то так. Здесь вот каждый чиллер в отдельности, подключенный каскадом. 1, 2, 3. Управляются. Система будет управляться по интернету, вот говорят ребята. Удаленно. И заключение. Ледовая машина состоит из двух чиллеров, соединенных вместе. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь на них. Вот так это выглядит. Значит, и вот в этих емкостях будет накапливаться лед ночью, а днем мы его будем срабатывать вот в этот вот бассейн. И из бассейна насос будет забирать и подавать холодную воду в машинное отделение. Неужели нельзя было сделать что-то более простое? Можно было. Весь смысл в том, что в этой пустыне стоимость электричества на наши деньги 1 рубль за киловатт-час. Итак, вот основные шкафы. Каждый на полтора мегаватта. Вот так это все будет выглядеть. На днях будем заводить основной кабель. Это все пока так, цветочки. Собственно, вот ради этого и была затеяна такая сложная система. Еще раз обращаю внимание от 1 до 8% потребления электроэнергии на охлаждение от общего потребления фермы. Вот вся эта вот сложная штука потребляет от 1 до 8%. То есть в среднем погоду примерно 4%. За счет адиобатики. То есть используем силы природы в собственных интересах. сегодня имеем 19-го рахеш. За 16 минут одна ошибка. Это очень хороший результат. На воздухе у нас 115 градусов. соответственно, когда мы погрузим это все в иммерсионку, будет гораздо меньше. Сейчас я обновлюсь. сделали вместо чип 2 температуры плат. Перепрошили сами, да? Все очень красиво. Это как бы так пока без напряга, да? Да. Спасибо за внимание. Смотрите наш канал. Будем держать вас в курсе. У нас есть еще интересные темы, о которых можем с вами поговорить.